Генеральная перестройка Самары Глава города поделился планами о судьбе исторического центра и окраин до и после чемпионата мира по футболу Безопасность на первом месте в Самаре уже в этом году установит более 300 камер видеонаблюдения по программе «Безопасный город» и запустит проект «Единый центр оперативного реагирования» Новые возможности для пополнения областного бюджета Самара становится центром по техническому обслуживанию и ремонту авиационных двигателей и самолетов Протезы по космическим технологиям в Медуниверситете запустили российско-французскую лабораторию по производству современных имплантов Он был придворным доктором Николая II, а после смерти его канонизировали В Самару привезли уникальную икону святого мученика Евгения Боткина Диалог длиной в час Глава города Олег Фурсов встретился с представителями ведущих СМИ Самары Основные темы Судьба исторического центра, ремонт площади Куйбышева и Струковского сада Борьба с незаконным бизнесом И, конечно, затронули одну из самых злободневных проблем Состояние самарских дорог Инга Пенера записала тезисы Южный мост дадут в эксплуатацию досрочно Уже к началу ноября С новости, которая, безусловно, обрадует всех автомобилистов И начинается встреча Олега Фурсова с журналистами Тема пресловутых самарских дорог На пресс-конференции вообще одна из главных Наболела Еще пять лет назад, подчеркивает глава Самары На ремонт магистрали выделяли только 200 миллионов рублей Сейчас же в 10 раз больше Как следствие, выросло и число дорог Соответствующих нормативам С 12% до 60% Но на этом нельзя останавливаться, уверен мэр Ведь в городе хватает улиц, которые ждут своего часа Как та же Нововокзальная, например Конечно, дорога безобразная Я там сам часто езжу Она кроме раздражения ничего не вызывает И таких дорог очень много в Зубчининовке И в Советском районе Власть от этого не отмахивается, безусловно Я должен сказать, опять же, вот Говоря огромное спасибо губернатору нашему Что все наши инициативы поддерживаются в этом плане Если говорить о Кировском районе То только в прошлом году там порядка 20 дорог было отремонтировано Такого не было очень долгие годы Мы приступили к проектированию И работы завершены по перешейку 22-го портсъезда Перешейку, которая соединяет, значит, Новосадовую с Московским шоссе Для решения дорожного вопроса Городские власти привлекают и бизнес Так за счет инвесторов планируют построить продолжение Старозагора До улицы Санфировой И дорогу от проспекта Масленникова до Революционной И дальше до Врубеля Проект уже готов и прошел экспертизу Деньги частного капитала привлекают и для ремонта фасадов Чего раньше не было 113 домов уже приведены в порядок за счет меценатов Что же касается таких знаковых объектов для Самары Как площадь Куйбышева Четвертую очередь набережная и Струковский сад То все они будут сделаны досрочно Заверил Олег Фурсов К концу года, а площадь Куйбышева Избавится строительной пыли и вовсе уже к ноябрю В рамках осмотров, скажем так Возникают замечания В частности, в Струковском парке Были замечания по крутизне дорожек Общественность сделала нам предложение эти дорожки разрезать Разбив их ступенями Мы пошли навстречу В этом году, как никогда, мы привлекаем общественников к приемке работ Иногда возникают совершенно удивительные вещи Например, у нас есть самый длинный дом в городе На улице Молдогвардейской Шанхай так называемый Жители ко мне обратились с просьбой восстановить фонтаны Мы, так сказать, в архивах покопались Нашли все коммуникации, которые сгнили Восстановили их, я думаю, что у нас появится еще один дополнительный фонтан На мнение жителей опираются, когда речь идет о ремонте дворов По федеральной программе комфортная городская среда до конца года приведут в порядок почти 200 дворов Сам проект будет работать до 2020 года И глава города обещает, что преобразования дойдут и до самых отдаленных уголков Самары Власть, о которой вы сейчас говорили, она работает по всему городу Нет каких-то любимчиков, скажем так Есть, конечно, туристические маршруты, которые будут представлять лицо и города, и области, и страны Но это не значит, что все остальные территории заброшены и о них власть не помнит Задача привести город в порядок Но вы заселились в развалюху Вы за один год, из-за этой развалюхи, значит, евро-ремонт там не проведете Постепенно наводят порядок в сфере предпринимательства В этом году в борьбе с нелегальной торговлей и рекламой вообще наметился коренной перелом Отмечает глава Самары За три недели убрали 120 незаконных счетов Доживает последние дни рынок на Авроре и Революционный Вместо него здесь будет сквер Ликвидировали по городу 168 киосков, причем только 16 за казенный счет Демонтаж остальных из своего кармана оплатили сами коммерсанты Что работали на свой страх и риск Но главное, уверен мэр, бизнес уже понимает Работать по старинке, когда на месте убранных ларьков и рекламных счетов Появлялись спустя пару дней новые, уже не получится Здесь есть политическая воля Есть люди, которые способны это сделать Как вы помните, в прежние годы У нас выигрывали фирмы Которые с насилия через два дня Эти же стенды восстанавливали Вот с этим настоящий момент покончено Я могу вам достаточно официально сказать Хотя мы сталкиваемся с очень серьезным сопротивлением В том числе и с угрозами в адрес наших сотрудников Но мы понимаем, как с этими угрозами нужно бороться Еще одна важная тема, которая была затронута на встрече Судьба старой Самары Ей будет уделено особое внимание, обещает Олег Фурсов Уже появилось такое понятие, как историческое ядро города В границах от улиц Красноармейской и братьев Крастылевых Дорег Самары и Волга Предполагается, что этажность в этом районе строго ограничит А облик новых домов на конкурсной основе будет утверждаться на городсовете Такой практики в Самаре еще не было А значит, у города впервые за многие годы появился шанс сохранить свое культурное наследие Я вот живу там более 50 лет В Самаре, в Куйбыши Таких преобразований, которые идут последние 4 года, их никогда не было Ни по объемам финансирования, ни по темпам, ни по масштабам Мы должны это признать Инга Пеннер, Василий Колдашов, Артем Сулайманов События Создание системы оперативных служб по номеру 112 По строению и развитию комплекса «Безопасный город» А главная безопасность региона на чемпионате мира по футболу Обсудили губернатор Николай Меркушкин и замминистра МЧС Александр Чуприян Проект вызова экстренных служб должен быть запущен в Самарской области до конца этого года В преддверии Мундиале особое внимание руководство страны уделяет внедрению комплекса «Безопасный город» в регионах, принимающих чемпионат Строительная готовность объекта, это выводится за скупки в нашем обсуждении Хотя оно тесно завязано По кубку конфидерации это было тесно связано Там где существует строительная готовность, там меньше необходимо сил и средств правоохранительных органов И наоборот, там где приходится закрывать людьми Поэтому в целом, конечно, силовой блок крайне заинтересован, чтобы все, что было в планах строителей, чтобы они нас не подвели Основная задача проекта «Безопасный город» – оснастить интеллектуальной системой видеонаблюдения все прилегающие к Самар-Арене и другим объектам чемпионата территории Установят более 300 камер, потратят около 533 миллионов рублей Второй этап внедрения системы – это создание автоматизированного комплекса «Единый центр оперативного реагирования» в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызерне Александр Чуприян отметил, в будущем в систему вызова 112 «Безопасный город» интегрирует системы экстренного реагирования при авариях «Эроглонас» и «Платон», а также программу управления городским хозяйством «Светлый, чистый и умный город» Реализацию инвестпроектов в области авиации обсудил на совещании губернатор Николай Меркушкин В результате подписаны рамочные соглашения о сотрудничестве с ведущими европейскими инвесткомпаниями В деловой встрече участвовали вице-губернатор Игорь Еремин, министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков, гендиректор ТЛК Федор Стрюцкий, замгендиректора государственной транспортной лизинговой компании Игорь Осабин и представители транснациональных авиа- и двигателестроительных корпораций Николай Меркушкин подчеркнул, Самарский авиационный узел активно развивается «Можно выстроить очень хороший бизнес У нас идет активное развитие хаба нашего аэропорта Сейчас у нас идет почти 30% роста объем пассажирских перевозок по этому году Губернатор отметил, на Петербургском международном экономическом форуме Самарская область вошла в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности По мнению международных экспертов, Самара становится главным центром для крупнейших федеральных компаний и мировых корпораций В рамках совещания был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в частности протокол о намерениях по реализации инфраструктурного проекта создания центра по техническому обслуживанию и ремонту авиационных двигателей, воздушных судов, гражданской авиации на базе международного аэропорта Курумыч На оплату кредитов в этом году россияне в среднем отдают рельс своего дохода Сколько тратят на погашение займов жителей Самарской области, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст Здравствуйте! Нефть сегодня удерживается на отметке выше 54 долларов за баррель Валюта дешевеет, курс на 8 сентября Доллар 57 рублей 14 копеек, евро 68 рублей 24 копейки Золото стоит 2470 рублей, серебро 32 рубля 76 копеек за грамм В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 40 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 65 копеек Ставка по ипотеке в стране достигла исторического минимума в 11% и по прогнозам экспертов продолжит снижение На оплату кредитов в этом году россияне отдают больше 30% своего дохода, сообщает Объединенное кредитное бюро Что касается жителей Самарской области, у нас на оплату займов уходит более 40% доходов И средний платеж по кредитам составляет 12,5 тысяч рублей На этом у меня все, удачи в делах Самара готова к отопительному сезону на 85% Об этом стало известно в ходе выездного штаба Ремонт на участке теплотрассы по улице Скляренко идет со 2 сентября Здесь меняют трубу протяженностью более 400 метров Работы идут по графику, завершить ремонт должны 12 сентября Во время выездного штаба осмотрели участки теплотрасс по улицам Гастелло, Гае и Нововокзальные от Старозагора до Карла Маркса Там хромает ситуация по организации безопасности пешеходов Усиление по организации самой работы организовать с двух сторон Как со стороны Карла Маркса по Нововокзальной, так и со стороны Старозагора Улица Максима Горького преображается Комплексный ремонт затрагивает проезжую часть и прилегающие территории Работы выполнены уже на 80% Прежде чем уложат верхний слой асфальта Специальная комиссия вместе с общественниками проверила на качество нижний слой Справляется ли подрядчик с задачей, узнала Мариана Мирная На Максима Горького кернер шумит с самого утра Пришло время брать пробы с нижнего выравнивающего слоя асфальта Керны направляются на исследование в лабораторию Через 3-4 дня будет ясно, можно ли укладывать верхний слой Отверстие от кернения подрядчик заделывает в течение недели В основном, если совсем плохая асфальтобетонная смесь У нее, представляете, как хороеда То есть выкрашенные есть небольшие Здесь их нет, то есть смесь плотная, вполне качественная Дальше уже лаборатория разберется На улице Максима Горького всего было отобрано 40 проб нижнего слоя и 35 верхнего Проезжая часть уже готова Также завершены работы по установке бортового камня Работы ведутся в рамках приоритетного федерального проекта Безопасные и качественные дороги Сейчас ремонтируют въезды во дворы Разбивают газоны, которые засыпят новым черноземом И засеют за качеством работ следят общественники Улицам, по которым пролегают туристические и гостевые маршруты Особое внимание Были замечания по улице Максима Горького Вот как раз-таки была выборка сделана плохо Общественники сообщили мне Я связалась с куратором, с подрядчиком Мы вышли на место В течение одного дня они сделали выборку земли То есть они убрали камни с газона Убрали весь мусор и засыпали грунтом То есть они сделали все по нормативу Нарадоваться не можем Замечательно Нормальный темп работы Очень хороший результат Приятно ходить по нашим улицам Я каждое утро на велосипеде катаюсь по нашей набережной И приятно Утром, даже когда народу мало Мне приятно все это видеть И очень удобные съезды сделали Но где нет удобных съездов Но исправили На сегодняшний день выполнено уже 80% работ По комплексному ремонту улицы Максима Горького Завершить должны до конца октября Гарантия на ремонт 5 лет Мариана Мирная, Сергей Баскин, События Распечатать коленный сустав на 3D принтере Первые отечественные эндопротезы могут быть изготовлены в Самаре Возможности в университетах есть Важно решить проблему биосовместимости В этом поможет международный опыт Сегодня ректоры самарских вузов подписали соглашение о сотрудничестве С университетским кампусом французского Сент-Атьена Они занимаются этой проблемой уже несколько лет Олег Зверев о перспективах проекта Детали, которые могут вернуть человеку движение Сегодня просто распечатываются в камере 3D принтера Всего за несколько часов Имея исходные данные, можно вырастить эндопротез для любого поврежденного сустава В лаборатории аддитивных технологий Самарского университета Разрабатываются способы изготовления самых разных деталей И не исключено, что первые отечественные эндопротезы Могут быть изготовлены именно в Самаре Для эндопротезов любых к ним требований везде одни и те же Очень высокие технологии Очень высокая степень частоты обработки И мы сейчас не производим отечественных эндопротезов вообще Мы их закупаем все Хотя в 60-е годы мы производили эти эндопротезы В Москве, в Центральном институте термотологии и ортопедии Там было не серия, там десятки тысяч или тысячи Но это были очень хорошие протезы Очень высокотехнологичные, очень надежные и относительно простые В Самаре проблемы биосовместимости эндопротезов занимаются всего полтора года Но есть большой международный опыт В частности, университет Жанна Мане Во французском городе Сент-Этьен Разрабатывает материалы и способы протезирования уже десятки лет Плюс высшая горная школа в Сент-Этьене Крупнейший во Франции госпиталь Северный Лаборатория Сен-Биоз Сегодня ректоры сразу двух самарских вузов Подписали соглашение о сотрудничестве с этими компаниями Самарские ученые смогут пройти стажировку во Франции А специалисты из Сент-Этьена будут приезжать в Самару Чтобы помогать нашим ученым оттачивать мастерство Адитивные технологии можно использовать для здоровья человека Только тогда, когда материалы, из которых делают те же эндопротезы Или какие-то другие элементы Настолько будут приемлемы для вживления Что у нас не будет сомнений И вот это большой пласт работы То есть сами аддитивные технологии уже понятны Они реализованы во многом А вот исследования с точки зрения их адаптации в биоматериал Вот это очень серьезная большая работа В Самарской области проводится больше 2,5 тысяч ортопедических операций в год Это те, которые требуют замены сустава А всего в России требуется больше 100 тысяч таких элементов Пока все они зарубежного производства Сотрудничество с французскими учеными поможет наладить их изготовление здесь А это значит, что в перспективе получить высокотехнологичную помощь При сильных травмах можно будет буквально в течение суток Олег Зверев, Константин Головин, События А теперь коротко о других событиях дня Водители автобуса Самара-Ижевск По вине которого погибли 14 человек Будут судить Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу По версии следствия, 2 июля на дороге набережной Челны-Заинск-Альметьевск В республике Татарстан 56-летний обвиняемый превысил скорость и столкнулся с автомобилем МАН Двигавшимся на жесткой сцепке с автомобилем КАМАЗ Отчего автобус загорелся и опрокинулся В результате ДТП погибли 14 человек В том числе 6 жителей Самарской области Еще 3 получили тяжкий вред здоровью Уголовное дело направлено в Заинский районный суд Татарстана Хотел нанять крышу и погорел Самарец в своем гараже в Кировском районе оборудовал нарколабораторию Мужчина купил пакеты для упаковки, электронные весы, химическое оборудование и реактивы Готовил амфетамин Злоумышленник хотел, чтобы его покрывала полиция Он нашел посредника, который пообещал договориться со стражами правопорядка Полицейским злоумышленник предлагал 1 миллион рублей После того, как посредник получил деньги, он сразу направился в ФСБ региона и обо всем рассказал Злоумышленника задержали В ходе обыска у него нашли почти 47 граммов амфетамина, которую он собирался продать Стало известно, когда откроется движение по развязке на пересечении Московского и Ракитовского шоссе Это произойдет на следующей неделе Сейчас рабочие занимаются укладкой верхнего слоя асфальта После этого там начнут устанавливать дорожные знаки Если погода не внесет свои коррективы, то движение по кольцу и тоннелю запустят в полном объеме до конца следующей недели В жилом доме на проспекте Масленниково из-за пожара эвакуировали людей На пятом этаже загорелась квартира Вспыхнули домашние вещи на площади 4 квадратных метра Произошло сильное задымление Из зданий эвакуировали 10 человек На месте работали 12 огнеборцев и 3 единицы техники Чтобы потушить огонь, пожарные использовали лестницу Пламя ликвидировали за 30 минут Пострадавших нет Житель Самары снял с воздуха улицу Ташкентскую Которая активно реконструирует к предстоящему чемпионату мира 2018 А также ее окрестности Коптер Самарца пролетел от улицы Демократической Где сейчас строится двухуровневая развязка До Московского шоссе В кадр попала только стоящая строительная техника Но труд рабочих можно оценить Уже готовы съезды с Ташкентской на Демократическую И появились новая проезжая часть и тротуары Он был семейным врачом Николая Второго Прославлен в лике святых Русской Православной Церкви В Самару впервые привезли икону праведного целителя Евгения Боткина Он мог стать великим ученым Но остался верен своему делу Приняв мученическую смерть вместе с семьей последнего российского императора Олег Зверев прикоснулся к святыне Это одна из первых икон праведного врача Евгения Боткина В Самару образ доставлен со святой горы Афон По благословению старцев Хиландарского монастыря В лике святых он прославлен в 2016 году как страстотерпец Евгений Сергеевич Боткин был лейтмедиком семьи последнего российского императора А после свержения Николая Второго Отправился в ссылку вместе с царской семьей И был расстрелян в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге Он мог бы остаться в Петербурге И стать великим ученым при правительстве большевиков Но чувство профессионального долга и сострадания к больному цесаревичу Подвигли Евгения Сергеевича Боткина поехать в Екатеринбург И это был крестный путь на царскую Голгофу Евгений Боткин сын врача Сергея Боткина Известного многими научными работами В частности он впервые составил описание вирусного гепатита На основе трудов отца и сына Боткиных Составлены учебники, по которым современные студенты изучают медицинскую науку Свою жизнь Евгений Сергеевич провел как бессребренник Бесплатно трудился в Мариинском госпитале Во время русско-японской войны служил добровольцем в действующей армии А став придворным доктором, остался верен своему делу до смерти В последнем письме, которое было недописано Которое выпало из его кармана И Юровским, организатором убийства царской семьи Было обнародовано И сегодня его можно прочесть на просторах интернета Именно он говорит о том, что я своих детей оставил сиротами Но не мог отречься от самого главного дела И он верил своих детей промыслу Божию Мы видим, как, собственно говоря, Господь позаботился о них Икона святого Евгения Врача пополнила собрание святынь Троицы Сергеева храма на улице Авроры Храм пока еще строящийся, службы в основном проходят на первом этаже На втором началась установка иконостаса Оформление которого задумано как копии того, что в главном соборе Троицы Сергеевы Лавры Олег Зверев, Константин Головин, События Минимальная, но тем не менее победа Самарские крылья Советов с трудом добыли три очка в матче с Тамбовым Этот успех помог догнать лидеров футбольной национальной лиги Новости спорта продолжит эфир Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите Самарские новости спорта После поражения Торренбурга в предыдущем туре, когда крылья упустили победу, ведя в счете и играя в большинстве Авиаторы выходили на домашнее поле Металлурга на матч с Тамбовым только с одной целью – победить И самарцы с первых минут осадили ворота гостей Это возымело свой результат Неосторожная игра рукой тамбовчан в своей штрафной и судья назначает 11-метровый Штатный пенальтист крыльев Дмитрий Яченко не промахнулся – 1-0 После забитого гола игра успокоилась, крылья стали осторожничать и даже отдали инициативу в матче Тамбову Что стало поводом для саркастических настроений тренера гостей У нас сейчас в Тамбов уехать и изучить игру крыльев Совет, чтобы прогрессировать Последние 15 минут встречи главный тренер крыльев Андрей Тихонов освежил игру заменами Хозяева стали больше притинговать и создавать моменты у чужих ворот И без особых сложностей смогли сохранить победный результат Все говорят, что очень тяжелый матч сегодня был Постоянные эти переходы синтетика – зеленое поле И очень было тяжело чисто физически, поэтому не хватало скорости Даже те футболисты, которые у нас быстро бегают, это говорят очень тяжело После виктории крылья набрали 28 очков и сравнялись по этому показателю с лидирующим Енисеем Теперь клубы делят первое место В следующем туре волжане поедут в столицу играть против второго состава «Спартака» Начало встречи 11 сентября в 17 часов Это все новости к этому часу Больших побед вам! Удачи! Участниками только хороших событий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова